Весь материал, который вы сегодня услышите в нашем веб-вебинаре, он, скажем так, вот является выражением мнения очень многих специалистов, работающих в этой области и моим личным. Так что если это может для кого-то в разрез пойдет, это знание с тем, что у него какие-то представления есть собственные, то я думаю, что человек к этому отнесется философски. Сейчас мы находимся в особом периоде. Это период строгого поста. Почему-то многие люди считают, что посты, религиозные посты, это сугубо религиозное дело. На самом деле это народная традиция, которая возникла много-много лет назад. И эта традиция имеет такое глубокое обоснование. В чем же это обоснование, смысл его? Смысл в том, что прежде всего эти посты разгружают особую организацию, которая существует в нашем организме. И эта организация называется микробиотой. Микробиоту раньше называли микрофлорой. Но так как микробы, населяющие нас не только растительного происхождения, то его заменили на более правильный. То есть сейчас правильно сказать микробиота. Если мы говорим о человеке, у которого нормальная микробиота, то мы тогда говорим о здоровом человеке, у которого постоянно приподнятое хорошее настроение, высокая работоспособность и доброе отношение к окружающим его людям. Наши предки знали о маленьких соратниках, населяющих нас. И конечно о жизненных ритмах этих организмов, которые включают в себя и периоды обновления, совпадающие по продержанности с массовым делением этих клеток несколько недель. Четыре сезона в году имеют четыре поста, когда исключается хотя бы частично из рациона животная пища, служащая пищей не только человеку, но и так называемые условно-патогенные микробиоти. Кстати, вот это очень важный момент, на который мы не обращаем внимания. На самом деле животная пища должна присутствовать в рационе человека, но в то же время она должна занимать особое место. Я скажу об этом позже. Это очень важный момент. Ну и в конечном итоге животная пища, так как она служит пищей для особой части микробиоты, то она может явиться причиной развития различных проблем с пищеварением и перспективе проблем со здоровьем. И поэтому, если человек имеет значительное содержание, вот до половины ежедневного рациона продуктов с растительной клетчаткой, если он обеспечивает дружественность основной массы микробиота и обеспечивает качественную ее перезагрузку, что позволяет избежать развития очень многих заболеваний, то таким образом этот человек долгие годы остается здоровым. Ну и наконец, мне хотелось бы сказать вот о чем. О том, что такое микробиота или, как раньше говорили, микрофлора. Просто сейчас вначале приведу потрясающие данные. Представляете, что в нашем организме около 30 триллионов клеток и почти в 4 раза больше микроорганизмов, большинство из которых бактерии. Особенно много их в пищевательной системе, как наиболее благоприятном для их месте. Постоянно живущие в организме человека микробы, микробиота, это уникальная совокупность микроорганизмов, необходимая для здоровой и полноценной жизни каждого живого существа. И микробиота состоит не только из бактерий. Она состоит и из дрожжей, вирусов, архей и других микроорганизмов. А микробиом, это совокупность генов микробиота и ее коллективный геном. Вот это очень важный момент, потому что я часто сталкивался с тем, что люди, которые имеют очень слабое представление о микробиоте, называют ее микробиомом. Микробиота – сообщество, микробиом – это генный материал. В нашем теле микроорганизмы расположены неравномерно. Есть зоны их заселения, где их особенно много. На поверхности кожи, в полости рта, в бронхоливочной системе, в пищеварительной системе, в головном и спинном мозге, на слизистых женских поверхностях. В толстом кишечнике их большинство, так как там всегда есть пища и защита. Поэтому основная микробиота располагается именно здесь. Микробиота начинает развиваться до рождения человека. Однако основное заселение происходит в момент родов и при скармливании как раз материнским молоком. Здесь нужно вспомнить о кесаревом сечении и об искусственном скармливании. Почему? Потому что те дети, которые лишены этого всего, они таким образом являются лишенными начальной микробиоты, на которой строится все последующее здоровье человека. А материнское молоко бесценно, так как оно оказывает воздействие на организм ребенка и как раз благодаря сильной микробиоте. Потому что в нем есть все необходимое для ее развития. И содержит бактерии, антитела, иммунные комплексы. Все, чтобы организм сформировался полноценно. А уже к трем годам у ребенка полностью формируется собственная микробиота, который в течение жизни меняется незначительно. Лишь после 60 лет ее состав становится менее разнообразным. Я уже говорил о том, что существует очень много самых разных организмов, которые составляют микробиоту. Но все-таки бактериальные клетки являются самыми главными. Поэтому мы говорим о дружественных бактериях, недружественных бактериях и так далее и тому подобное. И можно разделить всю кишечную микробиоту на три больших группы. Первая – это дружественные бактерии, поскольку с помощью иммунной системы оперативно реагируют на появление болезнетворных микроорганизмов, сдерживая их раздражение и не позволяя наместить в этот организм. Потом условно-патогенные бактерии, которые для здоровья человека безвредны. Но именно они, мгновенно увеличивающиеся численности при негативном воздействии на организм, при получении травмы, сбоя иммунной системы или при нарушении баланса в составе микробиоты, они могут привести к развитию достаточно серьезных заболеваний. И, наконец, это патогенные бактерии, которые могут стать причиной болезни только если их количество слишком велико, или если они попали в организм, с ослабленной иммунной защитой, что провоцирует быстрое развитие инфляционного процесса. То есть, грубо говоря, мы должны понимать, что в нашей микробиоте должны быть в основном дружественные нам бактерии, которые сдерживают патогены и таким образом поддерживают наше здоровье. У микробиоты целый ряд важных функций. Первое – это обеспечение всех процессов, связанных с пищеварением. Только бактерии расщепляют пищевые волокна. А, кстати, пищевые волокна являются самым ценным из нашей пищи. Ну, а что такое пищевые волокна? Вся растительная пища состоит из пищевых волокон. Но не все пищевые волокна, скажем так, они могут непосредственно быть усвоены организмом человека. К примеру, целлюлоза, которая не может быть усвоена без предварительного расщепления. Именно здоровая микробиота, она и расщепляет целлюлозу. И таким образом она поставляет нашему организму очень важные для нас вещества. В то же время наша пища, наш рацион в последние годы, десятилетия, стал насыщен различными такими углеводами, быстрыми углеводами. Это сахара, глюкоза, фруктоза. При избыточном их содержании эти вещества поддерживают условно-патогенную микрофлору. И таким образом содержание ее становится гораздо больше, чем это запланировано у здорового человека. Микробиота поддерживает иммунитет. Но микробиота в кишечке заполняется дружественными микробами и места для патогенов уже не остается. Синтез витамина тоже очень важная вещь, потому что витамины есть, которые усваиваются с пищей непосредственно, а есть витамины, которые все-таки должны усвоиться в определенных условиях. Или даже быть синтезированным, допустим, это витамины группы В, витамин К и так далее, и тому подобное. Ну и очень главный момент такой, это микробиота влияет на настроение, работу нейромедиаторов, на уровень главного, значит, на уровень всех веществ, связанных со стрессом, с кортизолом, например. Вот эта история, которая постоянно происходит, накопление этого вещества в организме человека вызывает различные состояния, вплоть до депрессивных, длительных. И микробиота крайне чувствительна к повреждающим факторам. Это химические лекарства, особенно антибиотики, стрессу, различным строгим диетам. Если работу одного исчезнувшего вида микробиота сможет хотя бы частично скомпенсировать, то при гибели нескольких видов возникает дисбаланс, дисбиоз. Почему не дисбактериоз? Ну понятно, что дисбактериоз это только в отношении бактерий. Но, ведь я уже сказал, состав микробиоты не ограничивается только ими, поэтому правильнее говорить дисбиоз. Что влияет на микробиоту? Рацион, как я уже сказал. Если в рационе много животных, жировых белков, то в организме растет особое число бактероидов. Бактероиды это представители нормальной микрофлоры, вовлечены в процессы сбраживания углеводов, утилизации белков и трансформации различных веществ, но их количество должно быть ограничено. И наоборот, если человек чаще ест растительные продукты, то в кишечке приводят бактерии превателла, их так называют. Чаще всего они ассоциируются с вегетарианской и седзимноморской диетой. Соотношение их должно быть 1 к 3. То есть, грубо говоря, как в нашем рационе, 3 доли нашего рациона должны быть связаны с растительной пищей, и 1 доля с животной, так же точно как и в микробиоте, должны быть у нас 3 части наших бактерий, связаны именно с перевариванием этой пищи. Только 1 треть связана с животной пищей. Также имеет значение состояние здоровья. Видовой баланс микробиоты, жилушки и шелтракты изменяется из-за самых разных проблем со здоровьем. От ожирения до гастрита, заболевания кишечкой и даже болезни, не связанные с пищеварением, потеросклероза, астмы и аллергии. Ну и понятно, что лекарства куда без них. Антибактериальные препараты действуют неизбирательно и влияют не только в данный момент на условных возбудителей, но и на всю кишечную экосистему. Но самое неприятное, что появляется устойчивое к антибиотикам бактерии, которые начинают размножаться, потому что находятся в комфортных для себя условиях, и при доминировании организм теряет восприимчивость к антибиотикам. Вот как раз именно вот это явление повсеместно и происходит. И когда человек не получает эффекта от каких-то лекарств, которые еще несколько лет назад были эффективными, то он начинает синтезировать новые лекарства, новое действие на организм, новые вредные побочные эффекты. Ну и понятно, что есть и географические особенности. Допустим, возьмем северные народы, которые питаются в основном животной пищей. Это могут быть морские животные, это могут быть рыба и так далее. И у них совершенно другое, скажем так, есть особенность их собственного микробиома. И в то же время возьмите жителей Средиземноморья, у которых бифидобактерий, допустим, в 2-3 раза больше, чем у жителей других стран. Нет ясного представления о влиянии их на здоровье в целом, однако это дружественная часть микробиоты, которая не оставляет места патогенам. Это очень важный момент. Патогены должны занимать не больше 1,3 от общего количества дружественных бактерий. Ну и генетика. У чукча определенно доминирующее положение бактероидов, так как его основа рациона животной пищи у африканца, это привател, так как он питается основным растительной пищей. И это сохранится даже когда чукчу переместят в Африку, а африканцы на север. Возникает вопрос, возникает вопрос, как можно улучшить микробиом человека? Как можно его улучшить? Самый простой и доступный способ заботы о собственном микробиоме – это здоровый образ жизни. Пить достаточное количество воды, хорошо спать, много двигаться, питаться разнообразно и умеренно, и избегать стресса. Все эти рекомендации одинаково полезны как для общего самочувствия, так и для поддержания благоприятного состояния микробиоты. Ну и вот микробиота, как я уже говорил, она не может быть вредной или полезной. Это сравнимо с цветом глаз. Сказать о том, что человек с карими глазами лучше, чем с серыми – это полная глупость. Сейчас достаточно исследований, чтобы оценить, как микробиоты кишечника связаны с развитием все более встречающихся заболеваний, с сахарным диабетом второго типа, оттеросклерозом, ожирением, язвенным колитом и болезнью крона. Вот на них мы и остановимся. Ожирение – это состояние, при котором количество жировой ткани в теле человека превышает норму и может приводить к метаболическому синдрому и оттеросклерозу, диабету второго типа, высокому кровенному давлению, некоторым видам опухоли и другим заболеваниям. Главной причиной набора веса считается потребление калорий, которые не расходуются организмом, а запасаются в виде жировой ткани. Есть данные, что диета с высоким содержанием углеводов способствует развитию типа микробиоты, при котором организм получает больше энергии из еды, чем ему необходимо. Исследования показали, что в микробиоте таких людей преобладают фермикуты, которые и повышают усвоение углеводов в разы. Вот представляете, какая ситуация? Человек может есть ту же самую пищу, что и другие люди. И она, в принципе, может быть даже нормальной. Но в силу того, что у него изменена его микробиота в сторону патогена, у него получается гораздо больше усвоение углеводов, чем это необходимо при нормальном пищеварении. Кроме того, через определенные выделяемые вещества, они изменяют пищевое поведение человека. Вы можете сейчас просто даже подумать, что я о какой-то фантастике говорю, но я вам скажу о том, что фермикуты, некоторые есть исследования, они даже выделяют особые вещества, которые влияют на мозг человека и заставляют его потреблять все больше и больше углеводистой пищи. Причем той пищи, из которой очень быстро идут простые углеводы, сахара и так далее и тому подобное. Вот это уже практически доказанный факт учеными. Ну и, скажем так, сейчас для борьбы с ожирением и лишним весом есть новое направление. Пациенту могут предложить пересадку микробиоты. И в основном эту процедуру делают во многих зарубежных клиниках. В некоторых клиниках в России ее начинают проводить только в экспериментальном режиме. Но я думаю, наступит такое время, когда человек сможет уже все-таки рассчитывать и на это. Теперь мне хотелось бы сказать еще о сахарном диабете. Сахарный диабет – это заболевание, о котором столько всего сказано, столько всего написано. При этом развивается, прежде всего, устойчивость к инсулину. Ну, я сейчас буду говорить именно о метаболическом синдроме. То есть, скорее, как говорят, сахарный диабет второго типа. Когда организм перестает вдруг реагировать должным образом на инсулин, и глюкоза не доходит до клеток, оставаясь в кровотоке. И это избыточное количество глюкозы в крови со временем приводит к повреждению нервов, почек, глаз, быстрому высокому кровному давлению, атеростерозу и других заболеваниях сердца. Одним из главных факторов развития сахарного диабета – это ожирение. Предполагается, что клетки брюшного жира высвобождают особые соединения, из-за которых организм становится менее чувствительным к инсулину. Это очень важный момент. Согласно исследованиям, в микробиоте людей с диабетом второго типа меньше термикутов и, соответственно, больше патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. И атеросклероз, при котором в сосудах образуется отложение холестерина в виде бляшек, которые препятствуют нормальному поступлению крови к мозгу и сердцу, что может привести к ишемической болезни сердца, и инсульту. Это тоже момент, на который стоит обратить внимание. Ну и, наконец, одна из главных причин атеросклероза – высокие уровни холестерина и триглицерина в крови, которым приводит диета, богатая насыщенными жирами. Микробиота может влиять на уровни этих веществ, повышая или понижая риск развития атеросклероза. Механизмы пока не ясны, но есть исследование, что особые бифидобактерии улучшают барьерную функцию кишечника и защищают от атеросклероза. Отмечается, что микробиота у людей с атеросклерозом менее сбалансирована и разнообразна, чем у здоровых людей. Ну и воспалительные заболевания кишечника. Я не буду сейчас останавливаться на этом подробно, но я скажу о том, что язвенный колит и болезнь крона – это бич последних десятилетий. Очень многие люди страдают такими заболеваниями, и когда они обращаются к врачу и ставят диагноз, то им говорят, что эти болезни неизлечимы, вы будете страдать все время от этих болезней. А эти заболевания, прежде всего, приводят к перерождению клеток и высокий риск развития опухоли толстого кишечника. Ну и, наконец, заболевания, связанные с печенью. Это гепатобилярная система гепатита, гепатозы, желчнокаменная болезнь. Вы понимаете, в чем очень большая опасность? Человек часто может иметь такую смазанную вещь, вот, допустим, симптоматику заболевания, что он даже не подозревает, что у него повреждается печень. А потом, когда проявления клинические возникают другие, тогда только обследуясь, он начинает это замечать. Так вот, как раз есть клинические исследования, что развитие особой микробиоты печени не провоцирует замедление и обновление гепатоцита, приводит к развитию самых разных нарушений в работе печени. А микробиота желчного пузыря провоцирует ослабление оболочек, мицеллок, желчешариков, которые слепаются и чаще всего начинают образование комплементов или желчнокаменных болезней. Но самое главное, то, о чем я хотел вам сказать, это все-таки о муцине. Муцин – это особая слизистая оболочка пищеварительного канала. Так вот, как раз именно называют пищеварительные трубки, в ней находится большое количество железистых клеток, проходит всасывание нутриентов, питательных веществ, высовывающихся в процессе пищеварения. Клетки выделяют большое количество слизи, которая оболакивает пищу, облегчая таким образом ее прохождение по пищеварительному тракту. Но обращу ваше внимание, что эта слизь также предотвращает переваривание стенок кишечника собственными ферментами. Представьте себе, что в желудке агрессивная кислая среда, а в кишечнике щелочная. И для того, чтобы всасывающие зоны работали, и для того, чтобы не повреждались собственные внутренние поверхности, у организма должны быть вот такие защитные механизмы. Так вот, он формирует особое такое образование. Вот это образование мы называем слизью. На самом деле это не слизь, это особая такая структура, которая состоит не только из слизи, но и из многочисленных бактериальных клеток, которые там плавают, грубо говоря. То есть где-то толщиной в один сантиметр. Там получается, что вот именно вот этот взгляд на пищеварительный тракт, он отличается от традиционного медицинского взгляда. Потому что если некоторые гастроэнтерологи меня сейчас слушают, они подумают, что это за бред он такой несет. На самом деле есть серьезные клинические исследования, которые говорят о том, что вот именно вот эта слизистая трубка в пищеварительном канале это живое образование, это живая ткань, которая живет по определенным законам. Так вот, я хочу сказать, что муцин это очень важное вещество. И он должен быть неплотным. Он должен быть прозрачным. Он должен не иметь плохого запаха. Вы часто сталкивались наверняка с тем, что с человеком каким-то невозможно разговаривать, потому что у него плохой запах изо рта. Да, этот плохой запах изо рта бывает связан с разными вещами. Допустим, с больными зубами, там, чем-то еще. Но чаще всего вы заметили, наверное, что неприятный запах изо рта бывает у людей старшего возраста. Почему? Потому что я уже говорил, у них, во-первых, меняется микробиота пищеварительного тракта, а во-вторых, нарушается прозрачность вот этого муцина. Прозрачный муцин, лишенный каких-то накоплений, он не пахнет плохо. То есть он не имеет плохого запаха. Поэтому запах у человека, вот его дыхание, 80% запаха определяется именно его муцином, его пищеварительной трубкой. Ну и понятно, что здесь же также существует тот же самый хеликобактер, притча во языцах. Вот уж действительно, сколько о нем неправды всякой сказано. Я вам скажу другое. Хеликобактер нам полезен. Для детей он особенно полезен. Для подростков тоже он полезен. Пока не устаканится, если можно так выразиться, наша собственная микробиота пищеварительного тракта. И вот только у взрослого человека он может уже себя проявлять совершенно по-другому. Или из-за того, что в нашем питании появляются различные нутриенты, которые провоцируют его избыточное количество. Или из-за каких-то еще факторов. Но когда его становится слишком много, вот тогда хеликобактер начинает заселять эрозивные участки, не позволяя слизью закрываться. Ну и мне хотелось бы сказать еще о том, что толстый кишечник все-таки это самый главный орган иммунный, я бы сказал. Один немецкий медицинский научно-исследовательский институт написал в своем отчете. Кстати, очень хорошие слова. Если способные вылечить болезни и вещества мы называем лекарством, то в таком случае человеческий организм порождает более миллиона лекарств. И более 70% из них находятся в кишечнике. Обычное заболевание можно излечить только на основе этих лекарств. Здесь все. Вся суть гастроэнтерологии. Вся суть диетологии. То есть основа иммунной системы находится в кишечнике. И это микробиота. И вот как раз именно микробиота, она и является иммунной системой. Она и является особой иммунной системой. Рецепционной зоной, которая поддерживает иммунные реакции человека. Почему у человека старше 60-65 лет часто проседает иммунная система? Потому что у него начинает проседать его собственная микробиота. Ну и наконец о новом гриппе хотелось бы сказать. Вот новый грипп, который сейчас последние два года мы испытываем в полной мере. Но это начинается не с легких. Он начинается с того, что вначале ослабляется микробиомная трубка кишечника. Потом это в конечном итоге ослабляет легкие, способствует уплотнению слизи и склеиванию нижних легочных долей. Потому что то состояние муцина в пищевом тракте аналогично состоянию слизистой оболочки бронхолегочной системы. Ну и наконец возникает гипоксия жизненно важных органов мозга и сердца. К чему это может привести? Нетрудно догадаться. Поэтому вот как раз именно повышенная сенсибилизация веществ к чему-либо говорит о том, что есть проблемы с целостностью слизистой трубки пищеварительного канала или допустим бронхолегочной системы и так далее и тому подобное. Вот это очень важные моменты. И на эти моменты я обращаю ваше внимание. Ну и традиционно я обычно говорю об аюрведических средствах, которые начинают, скажем так, нам давать возможность справиться с той или иной проблемой. А сегодня я все-таки скажу прежде всего о диетологии. О той диетологии, которая является не только приемлемой в данном случае, но и универсальной для любых, скажем так, ситуаций. Вот здесь очень уместно вспомнить народную мудрость. Я есть то, что я ем, но нужно обязательно добавлять и усваивая. В конце фразы главный смысл всей натуропатии. Без эффективного усвоения в пищеварительном канале не будет эффективна никакая терапия, никакая диета. Ну разве что агрессивные химиопрепараты, которые скорее повреждают организм, нежели лечат. В чем глубочайший смысл сказанного? Пища должна быть по вкусу, если можно так выразиться, нашей микрофлоре или, извините, микробиом, микробиоте нашей. И вот тогда, когда у человека, скажем так, в силу того, что каждая микробиота, она уникальна, как отпечатки пальцев, у каждого народа есть свои специфические привычки в питании, и это значит, есть какая-то сформированная своя собственная микробиота, характерная для определенного народа. Вспомните, что русскому хорошо, то немцу смерть. Есть такая даже поговорка в народе. Ну и я хочу сказать, что несмотря на эти все вещи, я скажу так, что та пища, полезная любому жителю Земли, которая полезна его микробиому, при внимательном наблюдении за собой можно определить, какие продукты подходят именно вам. Тестирование по пульсу определяет их максимально точно. Естественно, я имею в виду натуральные продукты без химических составляющих, а универсальная схема потребления для каждого человека ежедневно выглядит следующим образом. Одна треть всего дневного рациона должны составлять свежие овощи и фрукты. Одну треть приготовленные овощи и зернобобовые и только одна треть это молочные продукты и продукты животного происхождения. При этом следует помнить, что если какой-то из продуктов или целая группа продуктов вызывает дисбиоз, то нарушение или нарушение пищерения его следует исключить, будь он трижды полезен. Полезен, но не этому человеку. Выстраивание таким образом собственной системы питания приводит к тому, что человек обретает свое индивидуальное сильное пищеварение, а значит сильную кишечную микробиоту. Ну и наконец, мне хотелось бы сказать о самом главном, о том, что Айурведа это та система, которая впереди планеты всей, если можно так выразиться, уже несколько тысячелетий и совершенно справедливо. Почему? Потому что она нам может дать советы, как правильно использовать те или иные средства айурведические для того, чтобы поддержать нашу микробиоту. Первый главный комплекс это Эублиз. Стоит сказать, что из нашего обихода в течение последних 60 лет полностью исчезли медные предметы и для современной молодежи дико звучат строчки, написанные более 100 лет назад по этому. На умывальнике моем позеленела медь. Сейчас никто не знает, что такое медные умывальники, как зеленеет на них медь. На самом деле они были и достаточно распространены. А ведь кроме умывальников были еще в каждой семье медные самовары и тазы для варки варенья. Зачем? Медь умеренно активный металл и выпускает жидкости, с которыми соприкасаются ионы, не вредящие организму человеку, но блокирующие бактерии патогены и тем самым вносящие равновесие в бактериальную составляющую кишечной трубки. Делая смелое заявление, патогенов бактерий нет. Все дело в их количестве, в пересчете на площадь поверхности. Если хеликобактер находился в пределах небольшой числости, то он даже полезен для организма. А когда он повышает свою числость, он тогда начинает повреждать очень многие субстанции. Ну и наконец эублиз с его хилатной медью и другими растениями, регулирующими численность и соотношение разных бактерий, не производят массового убийства, как в случае с коллоидным серебром, а лишь блокируют слегка их. То есть клетка остается живой, но она теряет способность делиться. Это свойство эублиса крайне важно. Человек, к примеру, может даже напиться из природного водоема и сразу принять две таблетки эублиса и при этом нисколько не пострадать от возбудителей самых серьезных болезней. присутствующих выпитой жидкости. При этом не стоит забывать, что эублис показан всего лишь как сопровождающая или основная терапия любых нарушений пищеварения. Принимает по одной таблетке дважды в день или две таблетки на ночь непосредственно перед сном. Курс от одного до шести месяцев непрерывно. Трифалакс очень важный продукт. Трифалакс это имеет это продукт, который имеет очень широкий спектр воздействия на организм, но можно выделить три основных аспекта. Первый пищеварительный тракт, второй бронхолегочная система и третий это иммунная система. Принято считать, что на поверхностях слизистых оболочек организма существует множество микробов. Но отмечу, правильно сказать, что бактерии, выделяя особые вещества, образуют в каналах так называемую слизистую структу, которая состоит из бактерий и особой слизи, выполняющих кровь, защита организма в целом и поверхности пищеварительных органов в частности. Кроме того, просвет пищеварительного канала открывается протоки пищеварительных желез и в конечном итоге в желудке это агрессивный кислый желудочный сок, а кишечные железы щелочные составляющие что само по себе требует особой регуляции отграничивающего мышечного кольца сфинктера для не смешивания кислого и желудочного кишечного сока. Так вот, сфинктер, который отделяет желудок от тонкого кишечника и двенадцатиперстной кишки это очень важная составляющая. У многих людей она расслабленная. За счет этого происходит смешение желудочного сока и кишечного и таким образом они нейтрализуются и тогда пищеварение сводится к нулю. Так вот, когда трифолакс вырегулирует эту функцию вот таким образом и очень хорошо действует на микробиоту кишечника. Он таким образом поддерживает ее и скажем так вот ее непрерывность поддерживает. Бронхолегочная система имеет свою слизистую поверхность и трифолакс также влияет и на нее. Я рекомендую принимать трифолакс две таблетки на ночь перед сном. Он является лечебной эмульсией, распределяющейся по силу пищевого тракта в течение ночи с акцентом на бронхолегочную систему. Две таблетки утром за день прием либо традиционно по одной таблетке в раз в день. Ну а куркумин не случайно называют регулятором иммунной системы. Напомню, в составе добавки есть куркуминоиды, вещества, действующие на рецепционную зону иммунной системы, расположенной толстым кишечем. Кроме того, толстая кишка микробиологическое царство, которое редко бывает спокойным и гармоничным. Большое видовое разнообразие часто действует противоположно. Есть бактерии, ткущая слизистая оболочка, есть те, которые ею питаются. Вот почему необходимо держать под контролем процесс размножения слизистых поглотителей. У добавки содержания куркуминоиды до 98% есть все возможности это сделать, так как куркумин снижает содержание поглотящих микробиотов в целом, не позволяя избыточно расходовать слизистую ткань. Ну, первые симптомы это прекращение бурления в толстом кишечнике, ну и различные вот эти все симптомы нарушенного пищеварения. А приятный бонус это обезболивающий эффект при болях в опорно-двигательной системе. Принимает плодные таблетки два раза в день. Ну и еще такие добавки к осигарт может применяться в случае, когда у человека есть проблемы с кислотностью желудка при повышенном или наоборот пониженном содержании соляной кислоты, что губительно действует на бактериальную составляющую, а значит на процессы пищеварения. Диарока же влияет на тонкий кишечник и в частности на активацию ферментов панкреатического сока, так значимых для окончательного расщепления и усвоения нутриента. Поэтому, если у человека есть симптомы указывающие на нарушение работы желудка и сжога, сжение и особый голод перед приемом пищи, это осигар. Если же возникает тяжесть в эпигастральной области, нарушение переполненности желудка в течение нескольких часов, либо наоборот постоянные сбросы полупереваренной пищи после каждого приема пищи эффект тонкого кишечника. Осигар принимает непосредственный момент возникновения боли и сжоги, диарока, если у человека несет по одной, второй, одной таблетке два раза в день. В завершении скажу о симптомах хорошего пищеварения. Приятный, неболезненный аппетит, возникающий примерно за полчаса до обычного приема пищи. И ощущение комфорта, и хорошее настроение после. Субтитры создавал DimaTorzok